На разных жизненных этапах перед человеком всегда стоит выбор, касающийся абсолютно всех сфер жизни. Если сначала это место учебы и специальности, то затем приходит время определиться с первым местом работы, даже в том случае, если предполагается распределение. Именно на этой стадии человек начинает активно интересоваться социальными и правовыми гарантиями, которые он может получить от работодателя и от государства. Подобную поддержку потенциальный молодой специалист находит уже в процессе учебы. Я знала, что меня отправят на работу и отправили туда, куда я хотела. Мне нравится. Сейчас поступила тоже на высшее, хочу в дальнейшем работать по этой профессии. Карьерный рост. Мне предоставили общежитие. Комната хорошая, высчитывают небольшую сумму, удобно, недалеко. В дальнейшем, может, стану в Бресте на жилье. Я бы хотела остаться здесь работать и жить. У нас на предприятиях, так предварительно, молодых специалистов трудится около 500. Конечно, на отдельных предприятиях они есть, на других более стабильный состав, нету такой, скажем так, обновления кадров. Ну, конечно, как правило, наибольшее количество специалистов прибывает в социальную сферу, в сферу образования. Но, тем не менее, если в прошлом году было более 80, то сейчас у нас около 50 прибыло в сферу образования. На что стоит обратить внимание при устройстве на первую работу и какие права и гарантии описаны в коллективном договоре? Что такое арендное жилье и как его получить? Это далеко не весь список вопросов, которые обсуждались в ходе круглого стола. Кстати, в этом году состав участников встречи был расширен. Если раньше ими были только молодые специалисты сферы образования, то сегодня это и работники промышленных предприятий, сферы здравоохранения, а также коммунальных и других организаций. Многие из них интересовались поддержкой объединения профсоюзов для молодых специалистов. В профсоюзных организациях всегда интересуются, какие нужды у молодых людей, какие у них есть проблемы с жильем, по заработной плате. Много этих гарантий дает и государство. Производится доплаты, материальная помощь при приезде на работу. И коллективные договора еще более дают больше гарантий в смысле оплаты, в смысле отдельных каких-то событий в жизни каждого молодого человека. Также в ходе круглого стола Дмитрий Городецкий рассказал аудитории о Ленинском районе города, его предприятиях и их значимости в жизнедеятельности областного центра. В беседе с молодежью глава района подчеркнул, что молодые специалисты – это потенциал как района, так и города. Новые возможности и идеи, которые подают на пользу той или иной организации. И поэтому сегодня будут задействованы все рычаги для того, чтобы молодой человек чувствовал себя комфортно на своем рабочем месте и в коллективе. Начиная с прошлого года, городские власти помогают нам решать отдельное, конечно, получают и арендное жилье. Обеспечиваем, стараемся помочь в обеспечении общежитиями. Плюс, скажем так, на первоначальном этапе есть такая форма поддержки государства, как получение льготного кредита на, скажем, приобретение предметов. Первая – необходимость бытового обустройства. Поэтому я думаю, что вообще государство, скажем, у нас для молодых специалистов создает достаточно комфортные условия для того, чтобы можно было на первоначальном этапе и обустроить бытовые условия, и, в принципе, начать свою трудовую деятельность.